это интересный вопрос для вас вы хотите на них ездить а мы в свою очередь постараемся сделать и без опасности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на конусики мы надеваем какого цвета? Оранжевого! Молодцы! Надо обработать рано перекищем водорода, потом замотать бин, подождать некоторое время, отрезать бин и обработать зеленкой или йодом. Здесь не ночью, у нас темно, вечер. А, ну, святой красавицы! Да, святой красавицы! Вы подготовленные велосипедисты, да, не только велосипедисты, водители велосипедов, водители самокатов. Поэтому я вас поздравляю, победила у нас дружба, у нас ничья по результатам. Молодцы! Субтитры подогнал «Симон»! Цель этой акции, во-первых, обучить детей навыкам безопасного катания на велосипеде, ну и, конечно же, напомнить по те правилам, которые они должны обязательно помнить, которые должны соблюдать при катании на велосипедах, либо же на самокатах, на средствах индивидуальной мобильности. Средства индивидуальной мобильности – это у нас самокаты, ролики, гироскутеры, моноколеса и прочее, прочее. Но это не относится к транспортным средствам пока. Это отдельная категория. Цель была обучить детей именно напомнить им правила безопасного перемещения по дорогам и по тротуарам на велосипедах, либо же на самокатах. Для меня это главное, потому что высокий травматизм, да, он, как правило, летом возрастает, с наступлением летних каникул. Дети катаются на роликах на самокатах и, как правило, забывают, как нужно правильно себя вести, и попадают в дорожно-транспортные ситуации, дорожно-транспортные происшествия. Родители должны, прежде всего, подавать личный пример своим детям, соблюдая правила дорожного движения как в качестве пешеходов, как в качестве водителей, так и в качестве, допустим, если они перемещаются на велосипедах. Потому что дети, прежде всего, конечно, копируют поведение взрослых. Но и в то же время взрослые у нас часто тоже многие не знают какие-то правила, не знают какие-то нюансы в силу того, что, может быть, в те времена, когда они росли, там это не было так распределено, пропаганда дорожного движения не была так активно, не так активно развивалась. И сейчас дети сами иногда даже взрослым напоминают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Пристегиваться в автомобиле, не ездить по пешеходному переходу на велосипедах и многое-многое другое. Сейчас дети зачастую грамотнее взрослых. Дети знают все в основном. Очень многие моменты, те, которые они должны знать, они по своему возрасту, они знают. Но, к сожалению, в силу детского возраста не всегда соблюдают. Поэтому приходится детям все время напоминать, что нужно вести себя так-то и так-то, соблюдать те и те правила. Потому что даже если они знают, они в какие-то моменты забывают, забываются или просто растеряются в какой-то ситуации. Поэтому это направлено на то, чтобы напомнить детям про правила дорожного движения.